Здравствуйте, друзья! Поговорим об искушении. Пишу, потому что попала в затруднительную ситуацию. Мною увлекся молодой женатый коллега. У нас довольно дружественная атмосфера в коллективе. Здоровый микроклимат, общаемся и по работе, и неформально. Много лет друг друга знаем, поддерживаем. В общем, отношения довольно теплые со всеми коллегами. Поэтому, наверное, и не заметила, что этот молодой человек как-то по-особенному стал ко мне относиться. Постепенно стало больше общих тем для разговора. Он старается мне во всем помочь, когда я чем-то прошу в его присутствии или даже не прошу. Стал интересоваться тем же, чем и я. И как я этого не замечала раньше, не знаю. А когда получила от него довольно невинное смс в выходной день, словно холодной водой окатила. Наконец-то до меня дошло, что интерес он проявляет неспроста. Но смс не ответила тогда дважды. Решила, если спросит, поговорю с ним серьезно, что ни о какой дружбе между нами речи быть не может. Все выходные об этом думала. Как свести на нет – это его увлечение. Но он пришел, как ни в чем не бывало, и даже не спросил про смс. Снова ведет себя учтиво, галантно, снова замечает во мне все перемены, новое платье или прическу. Но делает это так, что не подкопаешься. Никаких намеков. Но все чаще проводит время со мной как бы по делу. Меня, если честно, стало это волновать еще вот по какой причине. Я понимаю, что с его стороны это искушения, какие случаются часто в семьях в разные этапы развития, кризисы. Мне, конечно, не очень приятно быть в роли искусительницы. Это гордыня, наверное? Но страшнее не это. Я была уверена, что никогда не заинтересуюсь им и женатым человеком вообще. Но боюсь, что это может случиться. Я в разводе уже длительное время, брак был сложным, развод был спасением. Спустя три года собрала себя по кусочкам и с Божьей помощью стала приходить в себя. И, конечно, я еще надеюсь, что встречу свою любовь. Молюсь об этом, а годы идут. Самое страшное сейчас для меня – это начать отношения с греха. Я боюсь огорчить Господа. Я и так в жизни много нагрешила, за что пожинаю плоды до сих пор. Я хотела снова стать чистой, чтобы совесть не горела, не грызла. Живу православно, насколько это возможно. И вдруг искушение в виде коллеги. Боюсь, что мне это понравится, что в тайне сердца я буду наслаждаться тем, что у меня появился поклонник. Ведь это так приятно, когда нас любят. А вдруг и сама это чувство влюбленности начну испытывать. Столько страхов, может, это со мной приключилось, потому что я хочу, чтобы все было идеально гладко у меня? В мои планы не входило грешить, а тут хлоп и ловушка. Как человек православный, я понимаю, откуда ноги растут у этих страстишек. Но как человек слабый, я не верю в свои силы им противостоять. Столько написала, простите, просто вылила свои переживания, а по сути ничего не понятно, запуталась. Не жду утешения, может, обличите меня. Батюшка сказал, чтобы я не брала на себя чужой грех, мол, я не виновата в сложившейся ситуации. Может, у вас есть практический совет, как себя вести. Также непринужденно не замечать и ждать, когда это само рассосется. Да, спасибо вам. Само пройдет. Вы обратились несколько не по адресу, честно говоря. Потому что я полный профан в этих делах, в делах сердечных, во всех этих вещах. Я совершенно ничего не понимаю, ничего не смыслю, честное слово. Поэтому мне очень сложно будет ответить на ваш вопрос как-то убедительно. Но у меня много подписчиков, которые, в общем-то, люди довольно мудрые, опытные. Я уверен, что под этим видео будет много комментариев. Много комментариев, люди как-то отзовутся и какие-то свои советы, рекомендации, какое-то свое видение ситуации напишут. Поэтому посматривайте за комментариями и на канале в YouTube, и в социальных сетях, потому что там тоже будут публикации везде. И так посматривайте, люди будут что-то писать, говорить, отвечать. Может быть, для себя вы какую-то умную мысль почерпнете, я даже уверен, что обязательно что-то вы для себя оттуда возьмете, какие-то выводы сделаете. Я, в целом, вам, знаете, что скажу? Ваше письмо мне очень понравилось, вы здесь напрасно в конце пишите. Столько написала, простите, просто вылила свои переживания, по сути, ничего не понятно, запуталась. Все понятно, ничего не запутались. Все очень хорошо вы описали, все совершенно прозрачно, все по полочкам разложили. Тут все совершенно понятно. Во-первых, вы описали ситуацию, видите, что это искушение с его стороны. Во-вторых, вы очень внимательно к себе здесь тоже отнеслись и видите, что и вам это может понравиться. И такое искушение, оно в вас уже закрадывается. И вы сейчас похожи, знаете, на Еву. Вот в Библию открываем, читаем, когда зми подполз к ней и говорит, правда ли, что Бог запретил вам есть со всех деревьев в раю? Она говорит, нет, со всех деревьев мы можем есть, но с древа познания добра и зла Господь запретил нам есть. Он сказал, что не ешьте и не прикасайтесь, чтобы вам не умереть. То есть, пока она говорила, она заинтересовалась, чем это дерево вдруг отличается. И испугалась, вот у вас тут страх есть, что вам само это понравится, и она тоже испугалась, поэтому Господь сказал, не ешьте и не прикасайтесь, чтобы вам не умереть. Господь не говорил, не прикасайтесь, запрета не было касаться. Но вот то, что она усилила произвольно заповедь, это как раз выдает в ее душе движение, уже движение есть, любопытство. А чем это дерево так отличается? Оно какое-то особенное. И вот этот уже, оп, и есть, зацепил ее. Поэтому потом змей говорит, нет, не умрете, но знает Бог. Он такой коварный, Он хочет вас обмануть, Он хочет вас там чего-то лишить. Он знает, что в день, в который вы вкусите этих плодов, откроются ваши глаза, и вы будете как боги, знающие добро и зло. А так Он вас пытается обмануть, пытается вас лишить такого счастья. Он коварный такой Бог. Вот оно, перед ней искушение. Кому поверить? Богу или поверить бесу? Вот и вы сейчас тоже в подобной ситуации. Как бы вот вторая часть брелизонского балета, как он там называется, еще пока не наступила, но первая уже налицо. То есть вы испугались, вы уже увидели, что и вам это может понравиться. Потому что здесь цепляется женское какое-то тщеславие, женское самолюбие такое, что, ага, вот он женатый, у него есть жена, но что-то там не складывается, он на меня все-таки обратил внимание. То есть какая-то конкуренция с женой с его, заочная конкуренция такая, что он предпочитает, несмотря на то, что женатый, вроде как он там обещал, а на вас все-таки посматривает. То есть вы как в роли искусительницы здесь выступаете. Она в любом случае, кстати говоря. Пока он женат, то что бы там ни было, как бы там их отношения не развивались, вот, может быть, прямо на грани развода. Ну вот прям вот даже вот уже одной ногой уже в эту пропасть они ступили, но вторая все еще стоит. Вот пока они не развелись, вы все равно в роли искусительницы. Вы все равно, по сути дела, разрушаете семью невольно. Если вы хоть что-то, хоть шаг какой-то сделаете, хоть намек какой-то, хоть взгляд какой-то бросите, это будет, вы подталкиваете их в этом отношении. Бывает, знаете, приходят пары ко мне, 50 лет прожили вместе, или 40 лет, или 25 лет вместе прожили. Ну, какой-то солидный такой вот период жизни вместе прожили. Приходят и говорят, мы хотим обвенчаться. Мы прожили там 50 лет, и мы хотим обвенчаться. Ну, почему бы их не уважить? И вот смотришь на них и понимаешь, что в их жизни, наверное, ни раз и ни два был такой период, когда они были на грани развода. Когда уже вот-вот-вот все на волоске. И спрашиваешь их, всяко, наверное, бывало? Да, ой, все бывало. Но факт остается фактом. Волосок-то не оборвался. И они, несмотря ни на что, спустя много десятилетий все-таки стоят в храме перед Богом. И я спрашиваю, желаешь ли? Да. То есть они подтверждают сделанный когда-то, 50 лет назад, этот выбор, несмотря ни на что. Хотя там много-много раз все висело на волоске и готовы было сорваться в пропасть в любой секунду. Нет. Пережили, справились, как-то преодолели. Волосочек этот не оборвался, и они сохранили свой брак и пришли в храм, в конце концов. Поэтому, пока у них официальный брак есть, он женатый, ничего там они не развелись, как бы там ни было, что бы там ни было, даже речи быть не может. Однозначно. И вы это сами хорошо понимаете, прекрасно. Как вам в этой ситуации себя вести? Мне кажется, с моей непрофессиональной точки зрения, мне кажется, нужно стараться, во-первых, не показывать виду, что вы что-то там подозреваете, что вы до чего-то догадались. Мне кажется, это нужно максимально придержать это все, не раскрывать. Вот так вот. Потому что, если вы заговорите об этом прямо, открыто, то это начнется уже совсем другой разговор. И еще, если и вы начнете этот разговор, тогда совсем будет весело. Поэтому вам максимально нужно стараться делать вид, что вы ничего не понимаете, что происходит. То есть не замечаете, как будто разыгрывать такого дурачка, да дурочку. И при этом усилием воли просто запретить себе какие бы то ни было поползновения в этом направлении и сводить все на нет. Вот усилием воли просто сводить все на нет, на нет, на нет, на нет. Прекращать, закрывать эти все вещи и вообще как-то вот так себя начинать вести потихонечку, чтобы все отдалять, отталкивать, отталкивать, отталкивать. Усилием воли просто. Не играть с огнем. Мне кажется, вот так нужно поступить. Ну, а еще раз говорю, в комментариях, я думаю, люди свое мнение выскажут. Потому что, может быть, нужно по-другому совсем сделать, не знаю. Я в этих отношениях, правда, неопытный человек. Помогай Господь вам. Вы все очень правильно понимаете, все очень правильно взвешено, ко всему относитесь. Помощь вам Божья.